Происхождение зла. Мировые законы кармы. Очень внимательно слушайте. Если миф о восстании и падении Люцифера рассматривать в применении к духовной истории Шаданакара, он потеряет смысл. Никаких событий в мета-истории нашей планеты, которые могли бы быть отражены в событиях этого мифа, не совершались никогда. Совершилось однажды, весьма давно, нечто иное, о чем воспоминания, хотя и очень искаженные, сохранились в некоторых других мифах, например, в сказаниях о бунте Титана. Об этом, впрочем, предстоит говорить подробнее в другой связи. Что же до легенд, связанных с восстанием и падением Люцифера, то эти события совершились некогда в плане вселенском и превышающего все категории нашего разума масштабах той макро-брамфатуры, которая объемлет Вселенную. Этого не встретите вы нигде. Именно поэт Роза Мира, а я потом расскажу печальную историю, ответ на ваш вопрос, где найти подлинную, а я даже не знаю, где найти, кроме вот этого. Она как раз здесь говорит о сущности. Потому что, когда мы начинаем рассматривать падение Т, мы начинаем применять к этому обычно рамки нашего сознания. А мы с вами, он правильно сразу говорит, даже не надо думать на эту тему. Мы с вами вот такую масштабность не можем осознать. У меня, например, когда я познакомился с учением, у меня первая была мысль, почему нельзя собрать всех темных и сжахнуть их? Ну почему нет? Ну почему мы не можем всю пятую колонну сейчас собрать и сжахнуть? Ну почему не можем всех этих олигархов шарахнуть? На эту тему фильм «Убить драму». Потому что первый бой, который мы даем, это бой внутри себя. Изменяя себя, мы изменяем мир. То есть мы можем изменить только себя, мы не можем изменить. Поэтому мы не можем с вами вот это мировое зло даже оценить, потому что это нужен, ого-го, какой уровень. Это вот сразу, наверное, от меня многие отпишутся. Вот у Владимира Владимировича Путина, у него не просто федеральное, у него мировое мышление. Он видит это все в тех играх, которые ведутся в мировых элитах. Поэтому что здесь можно понимать? О чем здесь можно судить? Я не призываю ни на какие демонстрации протеста. Их сейчас много пойдет. Идет переформатирование мира. Давайте мы совершим акцию возрождения света в своем сознании. И тогда вот даже малый круг людей, а он не очень малый, которые говорят о великом законе, он начинает пульсом давать в пространство смысл, который разгоняет темные облака. И это, конечно же, очень важно. То есть мы с вами уже понимаем, что с помощью великого закона мы входим в понимание ритмов более высокой масштабности. Совершилось то, что будучи переведено духовицами древности. То есть вот очень хорошо сказано. Данил, понимаете, он нам переводил. Понимаете? Мы можем переводить, и всегда есть неточности перевода. Почему я говорю о важности ключей? В плоскость эпохальных человеческих понятий. И отлилась в этот момент. Как мы говорим, рунизировалось. То есть на сегодняшний день мы его имеем. Эпохальные понятия отмерли. Масштабы наших представлений расширились неизмеримо. И если теперь мы хотим уловить в этом мифе бессмертные истины семь идей, мы должны пренебречь всем эпохальным, внесенным в него, и остановиться лишь на одном центральном факте, и утверждаем. Естественно, что сознание даже мудрейших в те времена отстояло от теперешних представлений об объеме и структуре Вселенной так далеко, что ведение Вселенского, просачивавшееся в их сознание благодаря усилиям невидимых друзей их сердца, сдавливало, стискивало в тесном объеме их эмпирического опыта, их сильного, но не обогащенного и неистанчившегося ума. Впрочем, мало чем легче. И задача того, кто ныне пытается выразить в человеческих понятиях и словах хоть отзвук Вселенской тайны о восстании так называемого Деницем. Такая попытка состояла бы из двух стадий. Выискивание в океане наших понятий именно тех, которые ближе других к отражению этой запредельной реальности. Во-первых, выискивание в океане нашего языка таких словосочетаний, вы понимаете, да, почему у нас слогано хорошее? Потому что нужны словосочетания, которые в состоянии хоть сколько-нибудь отразить в свою очередь эти ускользающие понятия. Во-вторых, но такая работа связана с органическим ростом личности и ее Вселенского опыта. Ее нельзя форсировать по собственной прихоти. Я чувствую себя находящимся лишь в начале этой работы. Поэтому говорить что-либо о вселенских событиях этого порядка я не могу, кроме обнаженной констатации некогда совершившегося факта. В незапамятной глубине времен некий дух, один из величайших, называемый нами Люцифером и Леденицей, выражая неотъемлемо присутствующую каждой монаде свободу выбора, отступил от своего Творца ради создания другой Вселенной по собственному замыслу. К нему примкнуло множество других монад, больших и малых. Создание имя другой Вселенной началось в пределах этой. Они пытались и создавать миры, но эти миры оказывались непрочны и рушились, потому что восстав богоотступнические монады этим самым отвергли любовь, единственный объединяющий цементирующий принцип. Вселенский план провидения ведет множество монад к высшему единству. По мере восхождения их поступлением бытия формы их объединения совершенствуются. Любовь к Богу между собой сближает их все более. И когда каждый из них погружается в Солнце мира и сотворит Ему, осуществляется единство совершеннейшее, слияние с Богом без утраты своего неповторимого Я. Вселенский замес Люцифера противоположен. Каждый с примкнувшим к нему монад – только временная его союзница и потенциальная его жертва. Каждая демоническая монада от величайших до самых малых проведет мечту стать владыкой Вселенной. Гордыня подсказывает ей, что потенциально сильнее всех именно она. Ей руководит своего рода категорический императив, выражаемый до некоторой степени формулой «Есим я и есим не я». Все не я должно стать я, то есть мой. Другими словами, все и все должны быть поглощены этим единственным, абсолютно самоутверждающимся я. Бог отдает себя. Противобожеское начало стремится вобрать в себя все. Вот почему оно есть прежде всего вампир и тиран. И вот почему тираническая тенденция не только присуща любому демоническому Я, но составляет неотъемлемую его черту. Поэтому демонические монады объединяются временно между собой, но по существу они соперники не на жизнь, а на смерть. С захватом локальной власти группой скоро вскрывается это противоречие, начинается взаимная борьба и побеждает сильнейший. Но Господь творит новые и новые монады. Вот в этой огромной борьбе, которую действительно решительно непросто осознать, я вспоминаю то, что всегда цитировала, а может быть она передавала его слова, может быть я единственный, кто передам вам эти слова, Даниила Андреевна. У Бога есть, Он сам любовь, и только у Бога есть время. У Деницы, то есть у Люцифера, времени нет. Поэтому темное начало не может ничего создать, оно может только извращать, оно может только разрушать.